Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное, естественно, и другого мира мне не надо. Включите компьютер, зайдите на сайт Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, и вы увидите, что 9 из 10 самых страшных экономических бедствий, зарегистрированных агентством, произошло после того, как США выступили против Израиля. Есть ли здесь связь? Конечно, есть. Мой гость Джон МакТирнан давно изучает книгу Авдея, самую короткую книгу Ветхого Завета, и он утверждает, что ключ к событиям конца времен находится в книге этого пророка. Джон рассказывал мне, как несколько лет назад он смотрел телевизор, занимаясь какими-то своими делами, и вдруг он увидел то, что изменило вашу судьбу, да? Всю вашу жизнь, Джон. Пожалуйста, расскажите нам об этом. Что же вы увидели на самом деле? Это было в 87-м году. В передаче показывали марш гомосексуалистов в Вашингтоне. На тот момент это был самый большой сбор гомосексуалистов в истории. Вскоре после этого начались волнения на фондовом рынке, а в следующий понедельник произошел катастрофический обвал рынка. Вы, наверное, помните финансовый кризис 87-го года. Конечно, это был один из самых крупнейших кризисов. Это произошло через шесть дней после Вашингтонского марша, и я помню, как у диктора, который говорил об этом, дрожали губы. Видно было, как он боится, что этот обвал станет началом новой Великой Депрессии. И Господь направил мою память назад, к маршу, который был на прошлой неделе, чтобы он связался в моей голове с событиями, которые я вижу по телевизору. И я услышал его голос, говорящий мне, что я не боюсь его, потому что если бы я имел страх перед ним, я бы со смирением возвал к его милосердию, когда неделю назад наблюдал за сборищем гомосексуалистов. И он сказал мне, что даже в церквях Америки нет страха Божия, и что страна нагая и беззащитная предстанет перед его сом. А потом я упал на пол и покаялся перед Господом в том, что не убоялся его, что не шел смиренно путем его, и с тех пор до сегодняшнего дня я не оставляю этого служения. Я хочу, чтобы люди осознали, как через взаимосвязь событий Господь предупреждает Америку о том, что она идет неправильным путем. Вы обнаружили, что есть три сферы нашей жизни, где уже действует суд Божий, и тогда происходят ураганы, финансовые катастрофы и другие подобные события. И эти три сферы — аборты, гомосексуализм и выступление против Израиля. Почему так происходит? Почему девять из десяти самых страшных экономических катастроф связаны с нападками на Израиль? Расскажите нам об этом, пожалуйста. В Писаниях Бог многократно говорит через Своих пророков о возвращении еврейского народа на его землю, потому что, так говорится в Завете, заключенном с Авраамом, Исааком и Иаковом, этот Завет не потерял свои силы в наши дни. И Господь через Писание предупреждает все страны, не надо вмешиваться в этот Завет, а США, пусть и злогими намерениями, начиная со времен президента Буша-старшего, затем при Клинтоне, при младшем Буша, и сейчас при Обаме, самым непосредственным образом вмешиваются в Завет Бога с еврейским народом. И Америка теперь испытывает то, о чем предупреждали Писания. Все происходит по Слову Божьему. Давайте приведем пример. Во время Мадридской мирной конференции в Испании, в Мадриде, должны были обсуждать территориальное распределение Израиля. Так вот, когда эта конференция собралась, расскажите, что там произошло? Хорошо, я могу кое-что вам показать. Это вырезка из Нью-Йорк Таймс. Когда президент Буш, я имею в виду старший, стоял на трибуне и открывал конференцию, произошел тот самый идеальный шторм, о котором так много писали. Вы наверняка видели фильм или читали книгу. Появились очень необычные климатические структуры, которые фиксируют не чаще, чем раз в 200 лет. Они встретились в Атлантике и изменили курс, которым шел ураган. Ураганы, которые формируются в Атлантике, в октябре обычно идут с юго-запада на северо-восток. Но этот пошел с северо-востока на юго-запад. Он прошел вдоль всего побережья США, и пока президент говорил речь, в Мадриде ураган обрушил 9-метровые волны на его дом в Южном Мэне. Я принес вам статью из Нью-Йорк Теймс. Вот на этих фотографиях очень четко видно, как ураган меняет направление. Итак, там было показано, как разрушен президентский дом. Но ни слова не говорилось о том, как президент в это же время говорил речь в Мадриде. Скажите, Джон, а сколько раз возникали подобные ситуации, когда Америка выступала против Израиля, и одновременно происходили экономические катаклизмы? К настоящему моменту примерно 56, но это только самые крупные. Но ведь была вторая мадридская конференция, она происходила уже в США. Что тогда случилось? Год спустя конференция была перенесена из Испании в США. Мирные переговоры теперь начинались на американской земле. Я принес показать вам газету. Здесь помещена очень интересная фотография, которая для меня была знаком того, того, что в Америке идет, идет Божий суд. Вот я принес вам. Смотрите. Это газета USA Today. Посмотрите на заголовки. Один миллион беженцев от урагана Эндрю. Я помню этот ураган. Третий подряд ураган пятой категории. Обратите внимание на то, что всю страницу занимают репортажи с места бедствия, но теперь посмотрите вот сюда. Мирные переговоры по Ближнему Востоку возобновятся на положительной ноте. Да, те самые переговоры, на которых собирались разделить землю Израиля. В книге пророка Иоиля, глава 3, сказано, что в последние дни народы будут судить за один грех. Знаете какой? За разделение земли Израиля. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. С вами Сид Рот и Джон МакТирнан, который нашел ключ к тайне последних времен. В книге пророка Авде он нашел откровения, которых я никогда раньше не слышал. В этой книге есть один стих, который является ключом к последним временам. Это глава 1, стих 15. Что там сказано? Джон, расскажите нам, пожалуйста. Да, стих 15, очень важный момент в книге Авде. Там говорится, что близок день Господень на все народы. Как ты поступал с Израилем, так поступлено будет и с тобою. Стояние твое обратится на голову твою. Давайте разберемся. Пророчества сбываются. Божественный план приходит в действие, и ключ к нему – Израиль. И если человек или страна благословляет Израиль и еврейский народ, то и Бог благословит того человека или страну. Тех, кто это не делает, ждет жестокое проклятие. Честно говоря, я был просто поражен тем, как много раз вам удавалось задокументировать ситуации, когда Америку настигало проклятие всякий раз, когда она выступала против Израиля. Например, история с президентом Клинтоном и Моникой Левинской. Расскажите нам, пожалуйста, об этой ситуации. Очень интересный пример, потому что, когда премьер-министр Беньямин Нетаньяху приехал в США, Клинтон оказывал на него огромное давление, чтобы разделить земли Израиля. И он давил на Израиль, утверждая, что он не примет, если не примет планы Клинтона. И вот Нетаньяху не пошел с ним обедать, а послал к Криво. Вы понимаете, это... Да, я помню эту историю. А следующая встреча должна была пройти с Ясером Арафатом. И Арафат уже готовился к этой встрече, когда разгорелся скандал с Левинским. Для кабинета президента и для правительства это была очень опасная ситуация. Как вы знаете, вскоре последовал импичмент, хотя Сенат его и не сместил. Таким образом, то, что должно было случиться с Нетаньяху и израильским правительством, произошло с Клинтоном и его правительством. Это произошло тотчас же. Данные Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям говорят о том, что самые страшные экономические катаклизмы происходили в Америке, когда она шла против Израиля. А что происходило в самое... Последнее время. Давайте вспомним о том, как Обама начинал дипломатические отношения с Израилем после того, как занял пост президентом. Что он сделал в первую очередь? Он связал действия израильского правительства по созданию палестинского государства с проблемой иранского ядерного оружия. Помните? Да. Именно он создал эту взаимосвязь. Давайте, Сид, еще раз проверим вашу память. Вы помните, как Северная Корея производила подземные ядерные испытания? Конечно. Военные испытания, запуски ракет, как они угрожали США ядерной войной. Так вот, это происходило именно в то время, когда президент Обама связал между собой создание Израилем палестинского государства и проблему иранского ядерного оружия. Что поставил Израиль под угрозу ядерной войны с Ираном. Помните? И в это самое время Северная Корея испытывает ядерные бомбы и угрожает ядерной войной нам. Это происходило одновременно. Это взаимосвязь. Несколько последних президентских администраций настойчиво продвигали идею двух государств на земле Израиля. И президент Обама, похоже, идет тем же курсом. Есть ли какая-нибудь разница между его политикой и политикой его предшественников в этом вопросе? Да, президент Буш вел, я бы сказал, более мягкую политику. Он давал понять, что США выгоден раздел, но не оказывал непосредственного давления на Израиля. Президент Обама сразу продемонстрировал железную хватку, что Израиль был противникам, чем союзникам. Это очень опасная ситуация. Что говорит вам Дух Божий о будущем Америки? У Авдия говорится, что если ты пытаешься разделить землю Израиля, если ты пытаешься разделить Иерусалим, то как ты поступаешь с Израилем, то упадет на голову твою. И мы испытаем это разделение и в политической жизни, и грубо материально, в виде природных кастров. И это произойдет, если президент Обама продолжит свой курс роковой для Израиля. На кону стоит целостность Соединенных Штатов Америки. Многие люди, читающие и верящие в Библию, путают Агидон и битву, предшествующую ему. Они слились для них в одно событие. Все становится понятным, если почитать пророка Авдия. Совершенно верно. 21 стих книги Авдия — это гигантский объем сжатой информации. Кроме того, если уж углубляться в детали, я знаю, что вы нам собираетесь рассказать. Какие народы пострадают, каким народам грозит ядерная война. Потому что многие люди, читая Библию, плохо представляют себе, как эти древние народы, как они могут пострадать и кто они, и где их земли. Книга пророка Авдия все ставит на свои места. Это именно так. У Авдия ясно написано, что когда Израиль снова станет народом, и это говорится в контексте Дня Господня, то есть День Господень придет тогда, когда Израиль снова станет народом, незадолго до Второго пришествия Иисуса Христа. Я верю, что оно уже близко, ведь Израиль уже стал народом. У Авдии говорится, что там будет огонь и пламень, и будет война между домом Иосифа и домом Иакова, а также домом Исаава, то есть с палестинцами. И никто из палестинцев в этой войне не спасется, потому что они сделали то, о чем говорится в стихе 15. Они пытались разрушить Израиль, они пытались стереть его с лица земли, они пытались уничтожить всех евреев на этой земле. Вот что может произойти с палестинцами, и это обязательно произойдет, потому что они не оставляют своих намерений до сегодня. Поразительно, ведь большинство людей, читая Библию, просто пропускают эту книгу, а ведь в ней все ключи к тайнам последних времен. Главное, что в этой книге есть слова о Дне Господнем. Объясните, пожалуйста, что такое День Господень? День Господень – это время перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, когда Бог вновь соберет народ Израиля, что мы и видим сегодня. И во всем мире начнется то, что мы привыкли называть Армагеддоном, в классическом понимании, война против Израиля. Вот что я скажу, я тоже хочу узнать, какие народы ждет ядерная война. Оставайтесь с нами. Это «Сверхъестественно». С вами снова Сид Рот и Джон МакТирнан. Невероятно, но в самой короткой книге Библии, в книге Авдея, раскрываются тайны последних времен. У Авдея и у пророка Изекииля, в главах 38 и 39, говорится о том, что произойдет с некоторыми народами. Объясните, пожалуйста. Я называю эти события войной Авдея. Также я связываю с ними Псалом 83. У Авдея речь идет о войне, которая будет происходить между Израилем и палестинцами. Израиль там называется пламенем огня, и палестинцы погибнут, спаленные этим огнем. Ни одного из них не останется на этой земле. Там также говорится о долине Филистин-Лиан, которая находится под контролем Израиля, и вы знаете, что входит в секторе Газа сегодня. Упоминается так же Галаат, но для большинства людей и Галаат, и долина Филистин-Лиан просто исторические названия, а ведь это всем известный сектор Газа. А Галаат, или по-другому Гилиад, это восточный берег реки Иордан. У Авдея четко сказано, что это место должно стать частью Израиля. Далее Авдея упоминает Эфраим, а еще Самарию. Это западный берег Иордана, горы над территорией Израиля. То есть все это части израильского государства. И что по Авдею произойдет с западным берегом Иордана? Эти территория станут частью единой страны Израиля. Там не будет палестинского государства. Вы говорили, что если США разделит Израиль, Бог разделит США. Пожалуйста, объясните подробно. Это принципиальный момент в пророчествах Авдея. То, что ты сделаешь с Израилем, будет сделано с тобой. Так что если США через президента Обаму начнут раздел, потому что существует реальная опасность того, что в одностороннем порядке к государству, и тогда разделение в самом буквальном смысле будет грозить США. В самом центре США находится разлом, в сейсмической зоне Нового Мадрида. Там были землетрясения в 1811 и 12 годах. Мы сегодня уже вспоминали с вами про мирную конференцию, которая ставила своей целью раздел земли Израиля, и показывали нашим зрителям фотографию президента Буша, разрушенного гигантскими волнами. И вот сегодня на повестку дня выходит геологический разлом, который называется так же, как и та конференция, Новый Мадрид. Что говорит об этом федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям? Давайте-ка посмотрим. Земля в этой зоне может в буквальном смысле разорвать страну пополам, и это будет самой крупной природной катастрофой в истории Америки. Будет разрушена огромная часть страны, Симфиса, Дос-Эн-Луис и Тен-Ати. Это ведь гигантский разлом. Когда в 1812 году произошел ряд землетрясений, река Миссисипи потекла в обратном направлении. В Пенсильвании звонили церковные колокола, толчки ощущались в Новом Орлеане, в Чарльстоне и в Центральной Пенсильвании. Вот насколько масштабными могут быть последствия. Какая территория может быть затронута? Я не знаю, но думаю, что в зоне бедствия окажется Арканзас, Теннесси, Северная Алабама, Миссисипи, Миссури, Юк-Ленойсе, Огайо, Кинг-Уган. Вы сами видите, это огромная территория прямо в середине Соединенных Штатов. Вот он, Новый Мадрид. И это произойдет скоро? Есть предположение, что это произойдет очень скоро, потому что землетрясение происходит с определенной периодичностью. Вы знаете, Джон рассказал мне еще одну потрясающую вещь. Благословением свыше Соединенные Штаты, обязанные любви наших отцов-основателей к Израилю. Расскажите нам о Джордже Вашингтоне. Джордж Вашингтон связывал создание США с Богом Израиля, который вывел детей Израиля из Египта. Он писал, благословен тот народ, чей Бог, Господь. Вашингтон неоднократно писал о том, что Бог Израиля – это Бог Соединенных Штатов, что Он является создателем Соединенных Штатов, так же, как Он был создателем Израиля, выведя Его детей из Египта через Красное море. Как вы думаете, как скоро разразится война, которую предрекает нам пророк Авдий? Ну, сколько лет нам еще ждать? Ответ лежит на поверхности. Посмотрите, что происходит в Иране, как они стремятся к созданию ядерного оружия и как это давлеет над Израилем. Израиль не может дождаться, пока Иран создаст ядерное оружие. Хамас в долине Филистимлян, Хазбалла на севере, в Сирии – непримиримый враг Израиля, Иран, создающий ядерное оружие. Такое окружение вынуждает Израиль к решительным действиям. Я считаю, что как только Израиль опадет на Иран, ситуация кардинальным образом изменится и приведет к последствиям, о которых пишет нам пророк Авдий. И это должно произойти очень скоро. Книга Авдия, 1 глава, 15 стих. «Как ты поступал с Израилем, так поступлено будет и с тобою». И когда это пророчество сбудется, а оно не прекращало сбываться в всю историю Израиля, когда день Господень будет уже близок, придет опустошение и разорение, если мы разделим землю Израиля. И я в это верю. Я об этом говорю. Об этом говорят данные агентства по чрезвычайным ситуациям. Разлом нового Мадрида грозит нам катастрофой. Но есть и добрые вести. «Как ты, ты поступал с Израилем, так и Бог поступит с тобой». Ты можешь оказаться посреди суда Божия, ведь этот разлом проходит через несколько штатов, и когда начнется землетрясение, ты можешь оказаться прямо в центре разлома. И в Ауде, в тебя не будет успеха. Верю в то, что сказано у Авдия. И в книге Бытие, 12 глава, 3 стих, Бог говорит, «Я благословлю благословляющих еврейский народ и злословящих его прокляну». Те же слова, книга Бытия, 3 стих, 12 глава, и книга Авдия, стих 15. Это значит, что вы пребудете в мире, если вы из тех, кто благословляет еврейский народ и землю Израиля. Я хочу, чтобы вы знали, я верю в помощь еврейскому народу и Израилю. Я верю в гуманитарные усилия. И Бог благословит вас за это. Но есть благословение, которое выше этого. Сказано, плод праведника, древо жизни, и мудрый привлекает души. Вот величайшее благословение, которое вы можете дать каждому человеку, еврею и язычнику. Причем тут религия? Мы, евреи, уже давно на рынке религий. Личные отношения с Богом. Бог говорит, я твой друг, и друг Джона тоже. Если вы ждете времени, чтобы излить свое сердце Богу и сказать Ему, как вы сожалеете о своих грехах, как хотите познать Его через Иисуса Христа, то это время сейчас. Не завтра, а сейчас. Есть только одно имя, через которое мы познаем Бога. Это удивительное имя Иисус, Мессия, Царь Иудейский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok